Какой человек сильно изменился на ваших глазах? У меня была лучшая подруга, которая на самом деле была самым милым человеком на планете, но из-за депрессии и давления со стороны токсичных людей она начала воровать вещи в магазинах и увлекаться веществами. Она перестала заботиться о людях, стала делать такие рискованные вещи, что я уже не могла проводить с ней время, не чувствуя себя в опасности. В конце концов, однажды она втянула меня в такие неприятности, что ее мама, которая считала меня своей второй дочерью, сказала мне, что нам лучше прекратить общение, чтобы защитить меня от проблем. Я скучаю по ее семье, потому что они были для меня как родные, но она отказывалась брать на себя ответственность и продолжала попадать в опасные ситуации. У меня есть друг детства, родители которого реально пошли по неверному пути. Я ходил с ним на спортивные кружки и учился в школе три класса до выпускного. Его отец всегда очень поддерживал его, всегда сидел рядом с моими родителями на каждом матче. Он на самом деле был очень хорошим мужиком. Когда мы перешли в старшие классы, дом этого друга стал общим тусовочным местом. Все спокойно заходили туда без стука, в любое время дня там зависало 5-10 наших друзей. Но, увы, в течение последних четырех лет учебы в школе я наблюдал за тем, как его отец превратился из веселого, беззаботного мужика, который любил своих детей, в человека, ворующего чужие вещи, чтобы купить любой вид запрещенных веществ. Мы предложили моему другу жить у нас, когда его отец нарушил условия освобождения под залог, и полицейские гонялись за ним по всему штату. Дошло до того, что мужик принимал вещества, находясь в одном доме со своим старшим сыном. Серьезно, это была одна из самых печальных вещей, которые я когда-либо видел. Моя двоюродная бабушка всегда носила кружевая жемчуга, но после инсульта начала брониться и материться, как сапожник. Было очень грустно, но в то же время смешно за этим наблюдать. Когда моя мама была ребенком, бабушка ввела очень строгие правила касаемо еды. Одно из правил ограничивало количество сладкого до одной маленькой вкусняшки в день или реже, например, одно печенье после ужина. Когда у моей бабушки диагностировали деменцию, ее перевезли в дом престарелых. Моя мама навещала ее как минимум раз в неделю. Они всегда привозили ей разную еду, которую бабушка могла хранить в своей комнате. Практически всегда бабуля выбирала печенье. К следующему визиту ничего не оставалось, хотя они всегда привозили довольно много печенья. Мама не придавала этому значения. Спустя какое-то время сотрудники попросили маму больше не привозить печенье для моей бабушки. Вместо того, чтобы съедать печенье за неделю, как мы все думали, она съедала всю коробку за один день. Мой бывший друг по школе, средний балл которого был 80-85%, в 20 или 30 с чем-то лет вступил в ряды байкеров ангелы ада. Он убивал людей, пока его не убили самого. Эти события произошли очень-очень давно. Один из моих одноклассников повзрослел и решил, что станет ковбоем. Шляпы, сапоги, иногда даже чапы. Что само по себе нормально, если не учитывать то, что зная его с детства, я могу с уверенностью сказать, что он никогда не работал и не жил на ферме или ранчо. Я уверен, что он ни разу не ездил верхом на лошади. Мы родом из маленького городка, и он ни разу даже не контактировал с лошадьми. В школе он был эмо или панком, и всем он нравился именно за то, что его считали очень крутым. Сейчас же он фальшивый ковбой, хотя большинство его друзей из родного города на самом деле часто бывают на фермах или ранчо, а он нет. И все это знают. Я этого не понимаю, и мне неловко наблюдать за тем, как он пытается использовать ковбойский жаргон, делая это совершенно неуместно. Не знаю, почему он это делает и откуда это вообще взялось. У одного из моих лучших друзей детства диагностировали шизофрению. Я наблюдал за тем, как он превратился из друга до смерти, любящего музыку и задающего тренды среди друзей в помешанного параноика, который отказывается принимать психотропные препараты и пытается лечить себя алкоголем. Та же фигня с моим братом. Он был очень талантливым и хорошим человеком, любил веселиться. Нелеченная шизофрения превратила его в параноидального, высокомерного, невыносимого женоненавистника. Я никогда не забуду, как впервые общался с ним после того, как он изменился. Мне реально показалось, что мой брат умер, а вместо него остался совершенно мерзкий мудак. Мне очень его жаль, но с ним так трудно находиться рядом и тем более пытаться помочь. Моя мама, прежде чем стала обычной канадской матерью-домохозяйкой, она носила джинсовую куртку, любила кофе и статуэтки ангелов. Слушала энергичные позитивные песни типа «Walking on sunshine» и «Don't stop thinking about tomorrow». Затем она превратилась в пьющую неряху в кожаной куртке, начала устраивать вечеринки в любой день недели, покупать сувениры только на тему рок-групп и пива, слушать песни только про бухло и тому подобное. Эта перемена произошла, когда мне было 11 лет, и она познакомилась с моим отчимом. Если прежде она заботилась обо мне и воспитывала, то после этого мне пришлось резко повзрослеть, чтобы заботиться о ней и самой себе. Как это ни странно, пандемия снова изменила ее отношение к жизни. Учитывая, что приходилось соблюдать карантин, она не могла больше собирать по 20 человек в доме каждый вечер, поэтому ее желание пить алкоголь упало до нуля. У нее появилось много времени, чтобы заниматься полезными вещами и убираться в доме. Сейчас я горжусь ею, но мне страшно, что скоро она снова вернется к старым привычкам и будет встречаться со своими друзьями. Я могу лишь надеяться, что ее прогресс сохранится. В школе был один парень, он был приятным, но школа была не для него. Он был клоуном класса, постоянно нас развлекал. Выкидывал всевозможные трюки, был неуправляем. Учителя ненавидели его, постоянно наказывали и отстраняли от уроков. Ближе к концу учебы он практически перестал приходить и по существу бросил школу. Как я уже сказал, он был приятным парнем, никого не обижал. Кроме того, он жил не в очень благополучной семье, мы все думали, что ничего особенного из него не выйдет. Перенесемся на 10 лет вперед. У него отличная семья, жена, двое детей. Живут в хорошем доме, в благополучном районе. У него свой бизнес кажется вполне успешным. В городе его очень уважают. К сожалению, в этом году он попал в аварию на автомобиле и погиб. Моя мама, прежде я была ее миром, ее маленькой принцессой, мы все делали вместе. Затем она выбросила меня быстрее, чем чек из магазина. Мама была моей лучшей подругой, но все равно оставалась мамой, какой должна была быть. Но в конце 2007 года у нее диагностировали волчанку и ее как будто переключили. Ей стало плевать буквально на все. На все, что когда-то нас радовало. Я любила ее так сильно, очень-очень. Но она перестала смотреть на меня так, как смотрела раньше, перестала обнимать и говорить, что любит меня. Мой отец был безнадежным алкоголиком, который постоянно курил, пил, вел себя как мудак. И это совсем не облегчало нашу семейную жизнь. Почему моя мама позволяла ему оставаться с нами выше моего понимания? К сожалению, вскоре произошли еще более трагические события. Простите, не хочу обсуждать их здесь. После чего она превратилась в чудовище. В конце концов, в 13 лет я переехала жить к тете и дяде. Они удочерили меня. Она сказала мне, что я больше не ее настоящая дочь, так как была удочерена и сменила фамилию. Я люблю тетю и дядю, но все равно скучаю по маме. В глубине души я понимаю, что моя жизнь больше никогда не будет прежней. Никогда. Почему, мама? Почему? Моя бывшая девушка Кейли. Она была такой застенчивой и милой. Она устраивала вечеринки в доме своих родителей, когда мы были подростками, но пряталась от всей движухи в спальне. Мы встречались всего несколько месяцев. Ее было так сложно понять, сложно достучаться, поэтому я решил, что просто ей не подхожу. В прошлом январе она скончалась от передозов в 26 лет. Ее старший брат был куском дерьма, который всегда был зависим, торговал стволами на улице, оказывал на нее дико дурное влияние. Он был долбаным мудаком, который и подсадил ее на эту дрянь. Я скучаю по тебе, Кейли, как и многие другие. Надеюсь, на небесах тебе хорошо. Двоеродная сестра моей мамы. Она уже скончалась, но было время, когда она была жизнерадостной, по-настоящему уверенной в себе девушкой, любившей веселиться. Затем у ее парня после примерно 20 лет совместной жизни произошло то, что называют кризисом среднего возраста. Несмотря на то, что ему было лет 50, он начал встречаться с девушками моложе себя на 25-30 лет, даже не пытаясь скрыть то, что они ему нравятся. Она хотела сохранить его интерес к себе, поэтому начала отращивать волосы, носить более откровенную одежду, в результате у нее развилось расстройство пищевого поведения и зависимость от таблеток. В конце концов, ее проблемы настолько вышли из-под контроля, что ее парень выгнал ее из дома, она попала в серьезную автомобильную аварию, разбив машину в дребезге. У нее дважды была передозировка лекарствами. Мой папа сдал ей в аренду старый дом моего деда, но вынужден был в конце концов выставить ее, потому что однажды она была под сильным кайфом от таблеток, когда начала готовить, затем забыла убрать кастрюлю с плиты, чуть не спалив весь дом. Не облегчало ситуацию и то, что другие двоюродные братья постоянно кричали на нее и обращались с ней как с ребенком. В то время, когда это происходило, я была еще слишком юной, чтобы понимать, что такое эмоциональная травма, и я очень долго сердилась на нее за то, что она настолько запустила свою жизнь. Сейчас я очень жалею об этом, но я рада тому, что она провела последнюю пару лет своей жизни счастливо в другом штате со своим сыном, вернувшись к своему здоровому весу. Мой папа был хирургом, достиг статуса партнера в очень уважаемой клинике. Фармацевтические компании со всего мира обращались к нему за советом, его до сих пор очень уважают в этой сфере. Вдобавок ко всему, он всегда был очень собранным, чисто выбритым и опрятно одетым. До такой степени, что друзья моей мамы спрашивали, не метросексуал ли он, когда только знакомились с ним. Выйдя на пенсию, он увлекся сельским хозяйством и рыбалкой. Теперь он проводит каждый день в своем городе или на лодке, его одежда почти всегда в пятнах. Он все еще невероятно умен и красноречив, но боже мой, как же смешно смотреть на то, как этот хирург, который всегда был таким аккуратным и изысканным горожанином, превратился в старого фермера. С начала школы и до восьмого класса моей лучшей подругой была двоюродная сестра. У нее была ужасно неблагополучная семья, не было никого, кто мог бы о ней позаботиться, поэтому я всегда считала, что я должна быть рядом с ней на случай, если ей что-нибудь понадобится. Мы с ней были очень близки, однако в восьмом классе в нашей школе появилась новенькая ученица, она начала зависать с моей двоюродной сестрой. Не успела я оглянуться, как двоюродная начала заниматься непотребными делами с ужасными парнями. Я пыталась по-прежнему быть рядом с ней, чтобы помогать ей принимать правильные решения, но она перестала нормально общаться со мной, начала грубить и вести себя отвратительно. Как-то раз я узнала, что она начала снова встречаться с парнем, который обращался с ней ужасно и бросил. Я попыталась заговорить с ней об этом, но она закатила истерику, поэтому я буквально сказала, ну и пошла к черту, с меня хватит, после чего просто ушла. Мне пришлось наблюдать, как та, с кем я прежде была так близка, превратилась из приличной, веселой и доброй девушки в ужасную тварь с постоянными перепадами настроения. Я до сих пор из-за этого расстраиваюсь. Я помню, какой была моя жизнь и каким был мой характер 10-20 лет назад, до того, как у меня началась депрессия. С депрессией довольно легко справиться с помощью правильных лекарств. Я принимаю эти чертовы таблетки, на данный момент все идет на удивление хорошо, но это серьезно повлияло на мои привычки и характер. Время от времени я вижу или ощущаю проблеск улучшения, и я работаю над тем, чтобы снова вернуться к тому состоянию. Раньше все было так легко, вставать, принимать душ, что-то делать, получать удовольствие от происходящего, быть оптимистичным и дружелюбным. Это так отличалось от цинизма и сарказма, которыми наполнена моя жизнь теперь. Спасибо, что посмотрели этот ролик до конца, а вы знаете людей, которые мгновенно изменились до неузнаваемости? Может быть вы сами такой человек? Пишите в комментариях, а после этого советую посмотреть наше предыдущее видео, которое вы увидите прямо вот здесь. Удачи и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова